Этот прибор помогает медикам за короткий срок определить выраженность фиброза печени без прокола и операции. Метод определения называется транзиентная эластометрия. Риск развития цирроза и рака печени возникает в результате исхода хронических вирусных гепатитов, в том числе гепатитов B и C. Такую скрининговую процедуру делают всем людям, у которых есть проблемы с печенью. Данный прибор позволяет нам не только выявлять при первом обращении выраженность фиброза печени, но и в результате проводимого лечения оценивать динамику состояния фиброза и менять назначение, что очень ценно и позволяет быстро и оперативно принимать решения по дальнейшему лечению. Гепатит – это собирательное понятие воспалительного процесса в печени, который может возникать не только из-за вирусов гепатита, но и воздействия токсических факторов, таких как употребление алкоголя, прием лекарств или работы на вредном производстве. Заразиться этой болезнью человек может по-разному. А если мы будем говорить про гепатит А и Е, например, это так называемый фекально-оральный механизм передачи, то есть вирус попадает к нам с грязными руками, с какой-то водой, из источников сомнительных, с немытыми овощами, фруктами. Гепатиты В, С и Д – это через кожный механизм заражения, они могут попасть к нам с кровью, половым путем, могут передаваться от матери плоду во время беременности. Это основное их отличие. Сегодня можно защититься почти от любого вида гепатита. Вакцинироваться можно от гепатита А. От гепатита В прививку делают детям еще в роддоме. Особенностью этой прививки является то, что она также защищает от самого тяжелого вида болезни – гепатита Д. В связи с особенностями гепатита С прививки от него нет. Но чтобы не заразиться им, стоит соблюдать меры профилактики. Например, ходить на косметологические процедуры в проверенные салоны, использовать барьерные методы контрацепции и не забывать о диспансеризации. У нас преобладают люди трудоспособного возраста, сейчас болеющие хроническими вирусными гепатитами и с небольшим перевесом лидируют мужчины. Наиболее распространенным вирусным гепатитом, если мы будем говорить про хронический, это хронический вирусный гепатит С, для лечения которого сейчас существуют препараты высокоэффективные. От хронического вирусного гепатита человек может вылечиться за 8-12 недель. Медики советуют в случае боли в области печени и общего недомогания не заниматься самодиагностикой, а незамедлительно обратиться к специалистам. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События.